Добрейшего, ты на канале Эмиров. Сегодня я буду делать Годзиллу. Это... Это... Впервые я увидел Годзиллу, когда был еще совсем маленьким. И это была какая-то из тех древних частей. Мурашки по коже. Я совсем не помню этот фильм, и смотрел ли я его вообще. Просто у меня в памяти отложились эти пластилиновые монстры. Но потом, в году где-то 2000-м, мне купили VHS-кассету Годзилла с Жаном Рено в главных ролях. И это было что-то. Обожаю этот фильм. Особенно сцену с дедом, который хотел словить рыбку. Собственно поэтому, а также потому, что недавно вышел новый фильм Годзилла против Конга, я и решил сделать фигурку Годзи 3D ручкой. Я не был уверен, как у меня получится, но вышел на удивление довольно неплохо. Я рад результату, хотя конечно мне есть еще куда расти. Сначала я напаял ноги. Я понял, что если начать с ног, проще угадать с пропорцией. Раньше, когда я начинал напайку фигурок с головы, в дальнейшем мне приходилось удлинять, либо укорачивать тело. Ноги у Годзиллы очень мощные, и благодаря им он неплохо прыгает в длину с разбега. Высота в Годзиллы с течением времени приблизительно варьируется от 50 до 300 метров, а масса от 20 тысяч до 100 тысяч тонн. Но неизменно, во всех фильмах и мультсериалах он имеет огромный хвост. Будет интересно понаблюдать за тем, как Годзилла гоняется за своим хвостом, как собачка. Напояв хвост, формирует тело и его маленькую голову, короткие руки и спиновые гребни или плавники. Честно, даже не знаю, как их правильно назвать. Я уже успел сходить в кинотеатр и посмотреть новый фильм про Годзиллу. Не буду ничего спойлерить, но фильм мне очень понравился. Графика на высшем уровне, есть вопросы по актерской игре, но в таких фильмах я обычно закрываю на это глаза. И там даже было парочку смешных моментов. А вы знали, что в 1962 году Годзилла с Конгом уже схлёстывались на экранах кинотеатров? Правда, о компьютерной графике тогда речи даже и не шло. А изображали их японские мужчины в резиновых костюмах. Но всё равно это было довольно забавно. А изображали их японские мужчины в резиновых костюмах. На данном этапе выглядит он так себе, но смысла напаивать пластик больше нет И поэтому в дело вступает паяльник и море терпения Немного приноровившись, меняю насадку на паяльнике с широкой лезвеподобной на тонкую, похожую на кончик ручки Таким образом нагреваю пластик, вытягиваю его и получаю шипы Этой же насадкой удобно делать более мелкую чешую, да и в принципе все остальное Иногда я сам себе поражаюсь, как так долго можно сидеть и выполнять столь монотонную работу Мои друзья в шутку называют меня удав, или амеба, или герасим Типа я тоже такой же спокойный, неподвижный и молчаливый На самом деле детализация нового Годзиллы поражает Видна каждая мелочь, каждая чешуйка CGI художники проделали огромную работу и весьма успешно Вот и я стараюсь сделать то же самое Вообще, я обожаю вселенную монстров и MonsterVerse и всех этих крутых кайдзю, как их называют в Японии И подумываю далее сделать Гнуса или какого-нибудь монстра с острого черепа Не могу определиться, поэтому пиши в комментариях, кого бы ты хотел увидеть на моем канале А то у меня 3D ручка уже чешется Конечно взамен попрошу от вас подписку и лайк Проявите активность друзья Ведь возможно, благодаря именно тебе, мой канал заметят и мои видео дойдут до большей аудитории А большего мне и не надо Кроме вселенной монстров от Warner Brothers Мне еще нравятся и другие выдуманные вселенные и различные странные персонажи К таким персонажам относятся все объекты фонда SCP И персонажи, созданные Тревором Хендерсоном Если вам так же нравятся такие чудики, у нас на канале уже 2 таких Это Сиреноголовый и SCP-096 Скромник Но если вам и этого мало, то спойлер Я сейчас занимаюсь созданием другого чудика из вселенной Хендерсона Угадаешь кого? Проработка мелких деталей заняла большую часть времени Но конечный результат оказался весьма достойным Что даже не потребовалось финальной доработки различными абразивами Осталось только покрасить фигурку И так как у нас не нашлось подходящей краски Наш Годзилла будет альбиносом И даже в монотонной серой краске он выглядит эпично На этом все Надеюсь вам понравилось, друзья Поддержите лайком и не забудьте подписаться на канал Всех благ и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok